ПЕСНЯ Дефиле, танцы, актерское мастерство. К финалу девушки готовились на протяжении двух месяцев. Что немаловажно, шла работа и с психологом. Поэтому неудивительно, что у участниц не было никакого волнения. А самое главное, ясна цель, для чего они это делают. Я беременна второй девочкой, доченькой. Я хочу быть для них примером, для своих девочек. Поэтому показываю, как должна выглядеть беременная девушка, современная. Она должна быть активной, целеустремленной, красивой. Безусловно, очень приятно, что молодым будущим мамам уделяют столько внимания и вообще финансируют. Этот конкурс проводится с целью повышения престижа семьи, как пропаганда осознанного материнства. В первую очередь, мероприятие направлено на поддержание приоритетного национального проекта «Демография», утвержденного в рамках указа президента России Владимира Путина. За последние четыре года до финала конкурса дошли 53 будущих мамы. Мы в крае, безусловно, много мер предпринимаем для развития семьи, чтобы семья развивалась. В этом году мы приняли огромный план по десятилетию детства. Огромное количество мероприятий, проектов, технологий мы запланировали для того, чтобы нашим семьям, нашим деткам жилось комфортно, жилось лучше. За последние годы поддержку от краевых властей получили сотни семей. К примеру, появилась возможность многодетным семьям брать льготную ипотеку. С июня этого года всем мамам с новорожденными в роддомах выдаются подарки с комплектом приданного. Ждем поступления, еще даже целая медаль будет новорожденному, что он родился в Пермском крае. И мы надеемся, что те, у кого ребенок появляется впервые, еще решатся на второго и третьего ребенка, потому что количество многодетных семей в Пермском крае растет. Со всеми заданиями девушки справились на отлично. А по итогам этого конкурса все будущие мамы получат родовые сертификаты на выбранный ими по желанию роддом, включая краевой перинатальный центр. И скоро будем плотным счастьем, мы вчетвером по жизни будем быть! Максим Суханов, Евгений Гилев, Ветта-24